Зара, прикинь, какой приколдес расскажу. Я вчера захожу в комнату к Варе, а они там с Зозиком... Ты будешь молчать, я ясно выразилась. Ты же ведь помолчишь об этом, правда? Да, конечно, с Шизиками не спорят. Ой, ну прям крашха. Разрешения на прикосновение к моим волосам не было. Извини, но они слишком прекрасны для этого мира, чтобы их прятать от него под какой-то дешёвкой резиночкой из фикс-прайса. Блин, грустно. Я тоже хочу, чтобы у меня какая-нибудь тянка на коленях валялась. О, найс, пасяба. Блин, скучно, гофпеды. О, я за, я за. Итак, я читер, поэтому сам себя первым назначаю. Короче, давайте быстрее, Систер Пейлиды. Я рисковая, поэтому давайте действия. О, блин, отлично. Короче, иди и левым детям покажи их ночной кошмар при помощи гипноза. А потом, когда они это увидят, скажи, что ты на самом деле предсказываешь будущее. И что этого всего не случится, если они принесут под дверь нашего дома килограмм конфет. Пожрём хотя бы на халяву. Да, блин, ты гений, как я не додумалась. А вам не кажется, что пугать детей это плохо? Извините, но вынуждены его поддержать. Это плохо. В этом мире нет хороших, нет плохих. Что? Сейчас. Схожу и вернусь. И плюс, ничего же плохого не случится. Это просто очень своеобразная шутка. Так что не парьтесь. Подожди-ка одну секунду, Варь. То есть, всё это время ты могла вызывать у детей галлюцинации, либо же ведение при помощи гипноза? Ну да, но я этим почти не пользовалась. Плюс иногда это прикольно. Особенно на Хэллоуин в 3D-ужастики посмотреть. Я не о том, что ты всех подряд пугаешь, хотя это так. А о том, что ты не думала, что ты сама у себя галлюцинации через зеркало вызываешь. Может, именно так появилась твоя шиза и все твои галлюцинации? И может, ты просто себя накручиваешь, и ты психически здорова? Заю, если бы это так работало, было бы охеренно. Но я не могу загипнотизировать себя. Если бы это работало так, я бы давно избавилась от этих грёбаных голосов. Короче, лично я против того, чтобы кто-то применял гипноз в таких целях. Ладно, фиг с тобой. Когда ты уедешь, я унось твои глаза. Скажи, ведь ты же знаешь, что я буду ждать тебя. На крыльях до восхода, на крыльях и в мечте. Я знаю, очень скоро ты забудешь обо мне. Честно говоря, певички, из вас отстой. Знаешь что? Мы хотя бы не украли звук из тиктока, какой-нибудь шикарный, офигенный, и не сказали «О, это озвучка автора!» Вот, кстати, да! Чё-то скучно, мы живём. Кстати, странно, что мы сидим, и с нами ничего не происходит больше одной минуты. Соглашусь, это странно. Особенно с нашим-то везением на приключения. Слушай, а это типа правда то, что пиковые дамы без связок голосовых рождаются? Во-первых, кто тебе это сказал? Во-вторых, как я, по-твоему, с тобой говорю, в-третьих, нет. Нет. Максимум, что мы можем сделать, это изменить свой голос. Иначе как бы, по-твоему, я делала вот это? Кхм. Я приеду с вами, по-твоему, я тоже желаю, ты чё-то не умерла. Похоже на дешёвскую озвучку из мини-фильмов 2018-го. Не знаю, мне зашло. Пошёл ты нафиг! Не цените ли ты искусство? Слушай, а ты можешь сказать этим же голосом пельмени топ? Будем потом всем говорить, что сатана признал величие пельменей. Пельмени топ. Ладно, чёрт, мне всё же придётся это признать, но это самое лучшее применение, которое можно придумать для этого голоса. Прекрасно! Респект! Довольны? Чистосердечное признание. Слушай, а ты со своим этим талантом чужие голоса повторять умеешь? Может, Зарин сможешь повторить? Зара, скажи что-нибудь. Что-то умное. Ха-ха, смешно. Тут даже напрягаться не нужно. Что-то умное. Вау, круто, похоже. Мне нравится. Не думала пойти на актёра озвучки. Хм, надо подумать. Только давай завтра. Не выспалась, пойду спать. И вам того же советую. В конце концов, час ночи. А знаете что? Я не собираюсь ночевать с шизофреником-демоном-лунатиком в одной комнате. Я не знаю, как вы, а я думаю, что нам пора заканчивать нашу ночевку. Валим отсюда. Впервые в жизни я с тобой согласен. Кто-нибудь видел мою резиночку? Демоны вселенной исподними покарают вас за то, что вы ушли, даже не добив чекаетесь. Да блин, нафига так пугать-то? Ха-ха-ха. Просто это очень смешно. Ладно, давайте дрыхнуть. Идти домой уже поздно. Солидарен. Какие ему культурные. А чё нельзя? А чё можно? Ребята, она уснула. Лунатиков будить нельзя. Давайте потише. А чё по-вашему будет, если её разбудить? Лунатиков нельзя будить. Я однажды разбудила. Это кошмар, как плохо закончилось. Она, короче, потом за мной полтора часа с нашим гонялась. А потом выяснилось, что у неё ещё плюсом припадок шизы в этот момент был. Короче, жесть полная. Давайте не будем её будить и пойдём спать. Ладно, согласен. Я же идёте хочу так. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...